Депутаты выбирают Депутаты выбирают Депутаты выбирают Непосредственно другими вопросами Да, совершенно верно Расскажите, пожалуйста Совершенно верно Смотрите, во время Вывешивания афиш В районе 41-го Во время проведения Агитмероприятия Познакомился с жителями Этого района Очень как бы Теплые пожелания от них были И попросили меня произвести, как бы посодействовать в чистке дороги, потому что там во время выпадения осадков, да, там у них на этой улице образовалась колья. И вот позвонив 109, вызвал машину снегоуборочную, они быстро приехали, почистили, люди остались довольны. После этого было в других районах, в районе государственного садика Курке, там тоже попросили прочистить дорогу, дорогу не только там, также перед садиком. Снега очень много, снега очень много, скорее всего, из-за того, что нормы осадка были большие, и снег вычистили, было уже как бы легче проехать в машине, чтобы привозить своих детей в садики. Руслан Алексеевич, у нас есть видео, как раз мы его в это время показываем, когда Вы, и попрошу немного прокомментировать, в том плане, что приезжала и снегоуборочная техника, я правильно понимаю, и после, когда уже после выпадения снега начались осадки в виде дождя, уже потребовалась другая совсем техника. Расскажите, пожалуйста, в каких районах еще работали? Получается, 41-й разъезд полностью, Ясный 1, Ясный 2, также есть там коллектив Птицевод, там была единственная улица, которую нужно будет прочистить, потому что в машине и детям очень сложно было выезжать в школы, на работу. Такие улицы, как Элеваторная, улицы Иркосай, Кумсай, там, конечно же, уборочная техника ездила каждый день. Каждый день, почему? Потому что погода таяла, все-таки эта колея заново образовывалась, и три дня ездили, дорогу, конечно, более-менее уже прочистили, и большое спасибо, конечно, штабу, 109, они быстро отозвались, большое спасибо подрядной компании, по-моему, Босан Трансавто, они оперативно машину свою доставили, прочистили, я думаю, что люди там, конечно же, выходили на улицу, видели это все, были благодарны. Руслан Алексеевич, ну, как Вы считаете, вот, казалось бы, у всех на слуху, что есть у нас и 109, можно позвонить, есть и противопаводковый штаб, но, тем не менее, порой мы в тот момент, когда мы работаем, занимаемся семейными, бытовыми, да, делами и так далее, мы, возможно, не всегда слышим, да, и не всегда знаем, куда и кому обратиться, и мне кажется, в этом плане депутат, народный именно депутат, а Вы являетесь самым движенцем, как раз тот самый рычаг, возможно, да, или та самая помощь, к которой можно обратиться, для того, чтобы он посодействовал в решении некоторых проблем, таких самых бытовых, самых простых, просто вывоз снега. Ну, смотрите, я не хочу, конечно, за счет подрядной компании, за счет этих бюджетных средств, которые были вовремя оплачены, подрядной компании, подрядной компании, они должны проводить эти мероприятия, независимо от звонков, от звонков, вот, как бы не, не хочу, как бы, как сказать, это совместная работа, то есть? Да, получается, это совместная работа была, вот, и почему именно в то время, как бы, люди не решали этот вопрос, я думаю, скорее всего, это было, как бы, в будние дни, в рабочие дни, многие люди там работают, на работе, а когда приезжают, возвращаются, работают уже поздно, да, уже поздно, да, и как бы это все проконтролировать, невозможно, и так как, жители этих районов меня попросили посодействовать и по возможности проконтролировать, я, конечно же, в первую очередь отозвался, и забросил все свои дела, вот эти агитационные, я, соответственно, пошел помогать. Сейчас о вашей агитационной программе отдельно поговорим, у нас есть еще одно видео, попросим показать его со звуком, и далее перейдем к следующему вопросу. Руслан Алексеевич, вот сейчас посмотрели видео, я думаю, оно станет прекрасным завершением для того, чтобы понять, какую работу вы ведете, вместо того, чтобы проводить свою агитационную работу, но остается еще несколько дней, я думаю, вы успеете донести до ваших избирателей предвыборную программу, как раз наша программа также является хорошей платформой для того, чтобы еще раз напомнить, какие у вас пункты, на чем вы остановились. Смотрите, что касается чистки снега, это, я думаю, человеческий фактор, все-таки надо ситуацию понимать, ситуация, как бы, я почувствовал, что она немножко накаленная была, надо было именно этот накал спустить, я думаю, что если бы не я, например, в любом случае этот вопрос решили бы благодаря активистам этого района, там очень сильные активисты есть, такие как Жадрапа, Атляга есть. Как раз вы вместе и решали вот эти вопросы. Да, мы вместе эти вопросы решали, к примеру, скажем, школа номер 41 имени Фаризы Угарсыновой, там она как бы дорога, вот она находится там есть низи, низ, да. И, соответственно, за все это время снег, который вычищали, оно собиралось возле школы. Благодаря, конечно, поддержке Акима области, Акима, Алматы, ЖКХ приехали, этот снег вычистили вовремя. Но, тем не менее, сейчас там лужа собирается и оно потихоньку силами как бы именно силами подрядчика она потихоньку вывозится. Руслан Алексеевич, простите, что перебиваю, а вот эти вот вопросы, они поступают только во время вашей встречи, потому что я знаю, что вы не активно в связи с вашей работой, да, но тем не менее ведете Инстаграм. У нас есть Инстаграм Руслан Сидали. Часто ли, можно попросить показать на экране Инстаграм Руслана Алексеевича, часто ли в Дайрект вам пишут? В Дайрект не пишут, а пишут именно в виде комментарии. В виде комментарии. Да, комментарии, это, получается, те подписчики пишут, которые на самом деле увидели мою работу, пишут именно слова благодарности. А в основном, конечно, я же так же состою в их группе уже, и уже они знают мои телефоны, могут напрямую выходить, что и делают, там, бывают какие-то участки дорог, именно маленькие улицы, ну, незаметные, вот просят именно их прочистить. Соответственно, конечно же, опять же, благодаря 109 звонишь, они приезжают, и все, вычищают, тут проблем нету. Но в вашей предвыборной программе не только проблемы и решения коммунальных вопросов, но также и другие. Конечно, коммунальные проблемы, это в первую очередь, тем более, уже они видны нам. Ну, как говорят, это все-таки природная стихия, да, но я думаю, что сейчас можем было бы это предусмотреть, можем было бы своевременно это все как бы провести мероприятие. Ну, ладно, не будем об этом, да. Что касается моей программы, кроме пунктов именно благоустройства, вот именно, есть, конечно же, я уже говорил, это поддержка именно субъект малого бизнеса, это открытие филиалов дворца школьников в школах, это же также помощь малоимущему населению, например, ко мне также звонит не только по поводу очистки дорог, там, или откачки воды, также вчера был звонок от женщины, которая, ну, водова, которая сама одна работает, зарабатывает, там, 80 тысяч она получает, а живет в арендной квартире, арендной квартире 150 тысяч, она тоже попросила как бы на это уделить больше внимания, потому что таких женщин в Актьюбе много, это как бы основная проблема, я думаю, что именно к таким категориям людям надо будет в первую очередь, конечно же, обратить внимание, также в программе у нас, так скажем, ну, что касается тех же вывоза ТБО, вокруг ТБО собирается лужи, людям не могут пройти, не могут пройти, контейнеров, тоже же были, оставляют рядом, оставляют рядом, да, там, проблема нарастает, да, проблема нарастает, и были такие же заявки, чтобы именно прочистили дорогу с дома именно на сторону мусора, потому что мусор не могут туда же отвезти. Актьюбе планирует стать городомиллионником, и, конечно же, темпы развития Актьюбе и темпы развития наших коммунальных услуг не успевают за этим, я думаю, что, что касается автобусов, вот надо будет поднять вопросы, увеличить, а со временем, конечно, эти же автобусы перевести на хотя бы на экологичный вид топлива, такие как газ, например. Это основные моменты, на которых акцентировали внимание. что другие вопросы, это должны решаться уже, я думаю, сообщаясь с другими депутатами. Руслан Алексеевич, остается буквально минутка эфирного времени, все-таки мне бы хотелось, чтобы вы обратились к избирателям, пользуясь эфирным временем и сказали им несколько слов, почему же все-таки нужно 19 марта прийти и отдать свой голос? Как было уже сказано, в 2004 году это были последние выборы самого деженцев, а именно не находящихся в партии. В этом году, благодаря политике нашего президента, уже Марта Кемельевича Ильича Тухаева на законном основании дали такое разрешение. И я думаю, что человек, который самовыдержанец, выходит от народа, то есть я хочу сказать народу, что народ должен воспользоваться такой возможностью, чтобы именно выбрать такого депутата, который идет именно от народа, именно самовыдержанца. И в чем отличие тех, кто пойдет на выборы и кто не пойдет, я думаю, что у них, те, кто имеет вид на жительство, конечно, если вы не такие, я приглашаю на выборы. Спасибо огромное. Я напомню, сегодня в студии был Сидалиев Руслан Алексеевич, кандидат депутата областного Маслихата. Еще раз напомню, что его избирательные участки, это район Гамазы, это поселок Ясная, один и два, 41-й разъезд, поэтому избиратели, чтобы знали, что у них на участке есть такой депутат. Спасибо вам большое. Тоже спасибо. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова